В одном из уютных городских кафе была организована своеобразная учебная площадка. Акция бабушки Wi-Fi прошла в формате открытых мастер-классов. Занятие было посвящено безопасности в интернете. Слушателям курсов рассказали о том, как защитить компьютер от червей, вирусов и других вредоносных программ. Также для учеников организована демонстрация возможностей портала госуслуг, который предназначен для получения в электронном виде государственных услуг любого уровня – от электронной записи на прием к врачу до оформления загранпаспорта. Мы им рассказываем и о том, как они могут воспользоваться государственными услугами, ровно так же, как и всеми остальными, которые на сегодня переведены в электронный вид. Какие для этого есть инструменты, как они могут их увидеть, как они могут попробовать их получить и в дальнейшем уже пользоваться ими для того, чтобы не ходить по ведомствам, не тратить время в очередях, понимать, что происходит с той или иной запрошенной ими услугой, с той или иной запрошенной ими справкой и где и каким образом они смогут быстро и оперативно в назначенное время ее получить. Все темы вызывают у слушателей курсов живой интерес. Ученики ответственно подходят к обучению, занятия не пропускают, делают конспекты. Сейчас масса интересного материала, можно познать через интернет, общаться хочется с друзьями, найти через одноклассников. Чтобы детей не просить, вот дайте мне поговорить с сестрой, с друзьями. А вот купила себе ноутбук и пошла учиться, чтобы самой ни от кого не зависеть. Теперь я могу сама включать, сама могу отправлять письма. Сейчас меня моим друзьям во Францию отправила, в Германию отправила, в Москву, в общем. Ну и потом я хочу установить еще веб-камеру, чтобы переговариваться можно было. Используем почту электронную, информацию в интернете и ищем про лекарственные травы. Навыки общения в социальных сетях, скайпе, доступ к информации. На этом участники курсов не собираются останавливаться. Впереди новые мастер-классы от компании Росселеком и переход на новый уровень компьютерной грамотности.